Никаких противоречий, никаких разногласий нет, о делах прошлых он вспоминать не хочет. Очень уверенно, аргентинцы в эту встречу провели, 4-0 ввели по ходу дела, ну и пропустив 2-0, вызывал сомнений. Боливия выиграла дома у Перу. Неплохо пока, КАКА и 1-0 в поиске Бразилии. Очень все просто, легко, ну вот, как я уже говорил, вальяжно бразильцы, на 1-0 с голкипером. Вот давайте еще раз посмотрим, вот КАКА с мячом, а тот в два касания вернул ему мяч, ну обыграл еще Хосе Мануэль Рея. Ничего вот этого не видно, но Таранго сам пытается, но 2-23. Вот еще раз мы видим этот удар в ближний угол Дида, Хосе Мануэль Рей. Ну, наказуемо бывает, вот, события, на выезде. Что, нет офсайда? 2-0. Опять забил, как арховали, вот давайте еще раз смотреть. Здесь там Хилуччи вроде бы угрозу отвел, первоначальную угрозу, но тут не отбивал, а просто стоял бы на месте. Мяч бы в него и попырнутьсять. Хорхе Рохас начал слева, потом перешел на правый фла. Дело техники, что играет Роналдо. Это его... Теперь-то и подавно, я думаю... Ой-ой-ой, но это, конечно, пропущенный удар совсем несложный у Роналдо. И он с сопротивлением, Рей его атаковал, позволил пробить, да, но удар-то несложный, буквально под собой пропустил мяч как-то. Мюклер забивает свой девятый гол. Всего у Бразилии 18 становится в отборочном турнире, и таким образом... Вот, на... Очень хорошая передача. И все правильно, вот уже... Эктор Гонсалес на дальнюю штангу. Еще ощущение, что и здесь был офсайт, нет? Значит, 1-5. 1-5 этот год и недоволен, судя по... Жестко. Да, вот, кстати, вот здесь-то офсайт был стопроцентный. Мы смотрим еще раз эту атаку. Вот следует навесная передача. Здесь это был скорее удар, что-то, поворотом, чем скидка. Итак, у Бразилии становится 19 очков. 18 у команды Аргентины. Второй гол, Венесуэлла. И в первом тайме, во втором тем более. Ну, уже, скажем так, не так пожорно. И тем не менее, 19 очков у Бразилии и будет. У Аргентины 18.